Всем привет с новостным панцем и сегодня у меня на обзоре снова литовское пиво от завода Ринкушкиай и называется оно оригинал друмстас нефильтроватас смуф пинта я не знаю что из этого названия что из этого полезная информация но здесь есть еще и полезное это плл написано причем это написано чебас калькус алкоголя 5,2 я собственно и взял это только потому что это пэйл эль мне было интересно как литовцы варят пэйл эль так все тут пинта само собой пятьсот шестьдесят восемь миллилитров это радует в этом литовцы молодцы вот вообще него разговора и сейчас мы эту пинту будем пить как всегда запечатано они в этом плане подход у них хороший снимаем фольгу вот чистенько красивенько итак что мы видим светлая прозрачная довольно обстрел варенистая то есть на пэйл эль на мой взгляд пэйл эль хоть он и бледный эль он все-таки обычно темнее то есть он такой ближе кентарного цвета тут же совсем мы видим лагер прям лагер лагер я понимаю что это не лагер скорее всего а все-таки эль но визуально визуально это на эль не тянет потому что как я уже говорил пэйл эль это не белый эль и не бледный эль как его переводят это скорее сравнительная характеристика то есть он светлее темного эля то есть брау эля или даже светлее портера то есть он не должен быть светлый совсем он просто светлее вот стабильно он должен быть по цвету примерно как янтарь вот такой янтарного цвета как вот допустим янтарные лагеры но тут мы видим совершенно другое то есть никакого янтаря все светленько прозрачненько это к сладкая нотка конфетная даже не цветочная не ягодная не фруктовая конфетная не карамелька имена и много куда яркий сладкий аромат прям очень приятный на самом деле аромат приятный но не для пива для пива хочется немножко другого аромата потому что идея употребления пива все-таки то чтобы употреблять его чем-то не сладким ваниль вот прям ванилька отдает очень серьезно так что имейте ввиду если кто-то захочет его попить очень очень приятные мне вообще ваниль нравится вот он здесь прям аромат шикарнейший надеюсь его не будет во вкусе потому что ваниль в пиве я кстати вот сегодня я пробовал свое пиво тыквенное второе вторая варка и туда добавил ванилина вообще чувствуется то есть я понимаю что там должен быть дать немножко чего-то можно в букете и свою роль сыграл нового сам по себе ванили не чувствуется ну что ж будем пробовать вот что я скажу товарищи при том при всем что я сюда ходил литовское пиво это немножко не то здесь такой букет какой-то прям вот специи корица гвоздика ванилин вот что такое все сладкое не совсем то что хотелось бы в перечувствовать поэтому на мой взгляд не самое удачное пиво ну есть кислинка есть может быть какая-то очень-очень надолевая горчинка очень надолевая но в целом со всеми она куда при том что куча кита вкусов она какое-то пресное получилось то есть ну понятно то есть в пиве эти вкусы хоть и могут присутствовать но никак бы не должны доминировать то есть это не компот все-таки с другой стороны пивные вкусы которые могли бы быть основными в этом пиве они тоже потерялись на фоне вот этого вот непонятного корицы кориандра гвоздично винил ванильного вкуса и не тоже не чувствуется то есть и просто двоякое ощущение что вроде бьешь с одной стороны пиво с другой стороны это пиво вот какое-то вот и не такое и никакое вот вот так не знаю на мой взгляд не самый лучший вариант то есть другой раз я его точно брать не буду может быть я немножко не понял о чем это пиво собственно говоря и повелся на то что это был эль но он такой очень странный если честно очень-очень на любителя то есть тепло или которые я пил английские они все таки они пиво то есть первую очередь это такое это странно что-то в плане взять ради эксперимента попробовать ну да наверное на обзорчик можно взять да а вот взять и так чтобы его прям с удовольствием выпить но у скорее нечем да вот как-то но к сожалению придется пить то что есть и никто не тонет он всегда